Информационный час на НТМ продолжит программа «Тревожная кнопка» в студии Валерия Никитина. Здравствуйте! В начале выпуска информация о шокирующей находке. Случайный прохожий в лесополосе на дереве обнаружил тело 51-летнего мужчины. Информация об этом появилась на одном из республиканских сайтов. По предварительным данным, мужчина свел счеты с жизнью. Что побудило его пойти на такой отчаянный шаг, выясняют сотрудники Следственного комитета. 27-летний мужчина проведет один год в колонии-поселении за смерть друга, а также выплатит родственникам погибшего 1 миллион рублей в качестве морального вреда. Трагедия произошла 13 августа. Мужчины находились в квартире одного из общих друзей. 36-летний погибший предложил обвиняемому устроить своеобразный бойцовский клуб и помериться силой. Правила борьбы были обговорены заранее. Осужденный применил удушающий прием и удерживал соперника в таком положении более 2,5 минут. Но он даже не догадывался, что пережал мужчине сонную артерию, в результате чего наступила механическая асфиксия. Пострадавший упал без сознания и признаков жизни не подавал. Хозяин квартиры снимал поединок на камеру мобильного телефона. Приговор суда в законную силу пока не вступил. Переходим к ДТП. За минувшие сутки аварии с опрокидыванием машины захлестнули республику. В Розаевке столкнулись сразу три автомобиля. Фото с места аварии разместили в одной из групп в социальной сети. Как вы можете видеть, дорогу не поделили Priora, Nissan и Hyundai. От удара Nissan опрокинулся на бок. Два других авто получили механические повреждения передней части. К счастью, обошлось без жертв. Все участники аварии смогли самостоятельно выбраться из своих машин. Следующая авария произошла на Батевградском мосту в Саранске. На своих экранах вы видите, что перевернулась Lada Priora. По чьей вине произошла авария и кто стал вторым участником, пока не ясно. Проводится проверка. На улице Титова столкнулись два авто. Виновницей аварии стала 34-летняя автоледи. На автомобиле Ford Focus. Она врезалась в двигавшееся впереди Рено, за рулем которого находился 42-летний водитель. С различными травмами женщину доставили в больницу, где оказали необходимую медицинскую помощь. Проводится проверка. Еще одна авария произошла на трассе М5 «Урал» в Зубово-Полянском районе. 28-летний водитель «Шевроле», не рассчитав дистанцию, врезался в МАН с полуприцепом. В результате ДТП пассажиры «Шевроле» госпитализировали в районную больницу. Экипаж неведомственной охраны задержал двух мужчин, которые пытались украсть канализационные люки. Внимание сотрудников Росгвардии привлекли мужчины, в тележке у которых находились металлические крышки. Судя по всему, они направлялись в пункт приема металлолома. По их словам, люки они взяли на строительной площадке, посчитав, что они бесхозные. Но, как оказалось, канализационные люки принадлежат одной строительной организации. Задержанные были переданы сотрудникам полиции. За незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов 70-летний житель села Апраксина получил условный срок. Мужчина проведет два года условно с испытательным сроком один год и шесть месяцев, а также выплатит штраф в размере 7 тысяч рублей. В мае в ходе оперативно-профилактических мероприятий оперативникам поступила информация, что пенсионер может хранить у себя незарегистрированные боеприпасы и оружие. При обыске гаража были обнаружены обрез мелкокалиберной винтовки ТОС-8 калибра 5,6 мм, 15 патронов того же калибра и около 100 граммов дымного пороха. Мужчина знал, что за хранение оружия ему грозит уголовная ответственность, но сдать его полиции не посчитал нужным. Приговор в законную силу пока не вступил. За последнее время в республике участились случаи незаконного хранения оружия. В связи с этим МВД по республике Мордовия напоминает, что до 31 декабря 2018 года на территории нашей республики проводится профилактическая акция «Оружие-2018». Добровольная выдача оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ освобождает вас от уголовной ответственности. Для этого достаточно обратиться в любую дежурную часть регионального МВД. Предупреждение преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних – одно из важных направлений профилактической деятельности органов внутренних дел. Семейное неблагополучие, слабый контроль со стороны родителей, низкое материальное положение – вот что толкает детей на совершение преступлений. В 2018 году доля таких детей от общего количества подростков составляет 60%. Министерство внутренних дел по республике Мордовия и его территориальным подразделениям ежегодно реализуется комплекс организационных и практических мер, направленных на профилактику семейного неблагополучия и жестокого обращения с детьми, профилактику правонарушений несовершеннолетних и предупреждение совершения преступлений в отношении них. На постоянной основе осуществляется мероприятие, направленное на оздоровление обстановки в семьях, находящихся в социально опасном положении, защиту прав и законных интересах несовершеннолетних. В августе-сентябре текущего года осуществлены проверки всех семей, находящихся в социально опасном положении, в ходе которых более 150 родителей привлечено к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию и обучению своих несовершеннолетних детей. К административной ответственности привлекли 46 продавцов и 4 продавцов к уголовной ответственности, которые продавали детям алкогольную продукцию. Сотрудники постоянно проводят профилактические мероприятия и воспитательные беседы, которые помогают существенно снизить количество тяжких преступлений, которые совершают подростки. Переходим к новостям Управления Федеральной службы исполнения наказаний по республике Мордовия. В исправительной колонии номер 5 состоялось выездное заседание комиссии по вопросам помилования. В нем приняли участие председатель комиссии Александр Занькин и начальник организационно-правового отдела по вопросам помилования администрации главы Мордовии Александр Белокосов. Им были показаны условия, в которых отбывают наказание осужденные. Они посетили карантинное отделение, медицинскую часть, жилые помещения отрядов, столовую, а также православный храм. Затем состояла встреча с осужденными по вопросам порядка применения акта помилования. Члены комиссии также приняли осужденных по личным вопросам. Среди осужденных женщин из правительной колонии номер 2 прошли игры клуба веселых и находчивых. В конкурсе приняли участие пять команд, которые проявляли свои творческие способности в четырех конкурсах. Это приветствие, разминка, музыкальный конкурс и домашние задания. Все активно поддерживали участников, а жюри по достоинству оценивала артистизм, смекалку и юмор участниц. Без внимания не остались художественное и музыкальное оформление номеров, которые заслужили отдельной похвалы. Первое место по достоинству заняла команда под названием «Перцы». Выпуск завершает наша постоянная рубрика «Внимание, розыск». До сих пор продолжаются поиски 64-летнего князева Василия Андреевича. Мужчина является жителем села Хлебино Тенгушевского района. 27 июля мужчина ушел в лес за грибами и до сих пор о его местонахождении ничего не известно. Вот его приметы. Рост 180 сантиметров, худощавое телосложение, глаза серо-голубые, волосы короткие, седые. Был одет камуфлированный костюм серо-голубого цвета, камуфлированная панама, черные резиновые сапоги. С собой была плетеная корзина. Если вам что-либо известно о его местонахождении, позвоните по номеру 8 800 754 52 112 или 02. На сегодня это все. Последние новости читайте на нашем официальном сайте и подписывайтесь на группы в социальных сетях. Если вам довелось оказаться на месте происшествия или вы стали очевидцем каких-либо событий, пишите нам в группу ВКонтакте. Я с вами прощаюсь. До встречи на НТМ. Субтитры подогнал «Симон»!